Я приветствую всех, кто в онлайне. И приветствую вас. Спасибо, что вы доехали. Мы начинаем второй день. Пока сейчас все собираются, я немножко вам расскажу о программе. Традиционно первый день технологический, второй про бизнес. И говоря про второй день, я всегда даю как бы и сам себе такой внутренний настрой. И всегда готов вам посоветовать. Попробуйте увести одну-две идеи, которые повлияют на ваш бизнес. Вообще партнерская конференция и любая, наверное, конференция, это возможность выйти из потока и посмотреть на свой бизнес со стороны. Когда мы стоим внутри процесса, мы не видим каких-то узких мест, мы не видим, почему все сложилось именно вот так. Глядя на другие компании, рассуждая, почему они, или понимая, почему они так рассуждают, мы сами меняемся. И иногда важно не просто много характера, а идти правильно по компасу. Вот в этом, наверное, состоит идея партнерской конференции. Понять, куда двигаться. Выбрать какое-то, не знаю, направление в этом смысле. И отнормировать себя от других. Посмотреть, как другие действуют. Помимо докладов и других частей, я еще раз обращаю внимание на возможность общаться. Подходите к людям, задавайте вопросы, спрашивайте, как у них устроено. Подходите к тем, кто выступал, или вообще к тем, кто вам соседей. Познакомьтесь, есть эта важная часть. И вечером у нас будет возможность, у нас все будет в формате «Алиса в стране чудес», но это всегда просто повод для того, чтобы пообщаться, поговорить еще раз. Итак, у нас будет, как всегда, три секции. У меня будет небольшой вводный доклад. Мне очень много хотелось бы рассказать, но времени, как всегда, нет. Мы расскажем вам об изменениях в партнерской программе. Анна Потапова расскажет. И на самом деле это существенные изменения. Вроде бы там изменилось один-два пункта, но они могут быть заметными для вас. И мы объясним, почему, как. И вообще считаем, что это очень здоровские изменения. Наталья Грихина расскажет про афилиатку Bittrex24. Выступит Алексей Саминский. Вы его много раз видели. Он очень интересно делает доклады. И мы представим вам интересный проект, который он ведет. Выступит Яндекс.Деньги. Я чуть попозже представлю наших партнеров и спонсоров. Майя Комысова представит, как заставить клиентов приходить к вам 24 на 7. Очень интересный проект. Вообще прекрасный проект. Надеюсь, что все получится и всем очень понравится. Как получаются Bittrexoid. Это вообще очень интересная тема. Прервались на обед. У нас есть время, возможность отдохнуть, передохнуть. Давайте я не буду дальше, наверное, представлять все остальные доклады. Их довольно много. А времени у нас мало. Ну, традиционно представим наших партнеров, благодаря которым многое стало возможно и по формату, и по месту. Генеральный партнер нашего мероприятия – компания Rusonics, которые участвуют всегда очень активно со стендом, всячески помогают и вообще развивают отличную программу. Обязательно поучаствуйте в их конкурсе на быстрый сайт. Наши партнеры – компания eBay международный, участник рынка, который мы все знаем и который активно начинает работать в России. И их участие здесь и активности, связанные с выпуском обновлений осенью, также окажут большое влияние, мы предполагаем, на рынок. И компания Яндекс.Деньги, которая активно занимается продвижением платежной системы, является нашим партнером. Давайте поприветствуем наших партнеров. На самом деле это очень важно, что они стали участниками всего этого проекта. Так, ну что ж, давайте перейду тогда к докладам. Времени мало, будем стараться успевать. Вот такой у меня доклад, так он и заглавлен, взгляд на горизонт. Но своего рода это такой обзор неких тенденций. Того, что нам кажется происходит, я попробую вам подчеркнуть эти взгляды. Я знаю здесь одного человека, который видел этот доклад в тех или иных фрагментах. Мне кажется, больше я этот доклад не представлял вам. Ну, по крайней мере, надеюсь, все получится. Вообще глобализация и вот эта тема спрямления рынков, спрямления каналов, она не просто начинается, она начинает давлеть над целыми странами, над целыми рынками. Много говорят про кроссбордерные покупки. И глобальный e-commerce вообще оказывает огромное влияние на рынки и на территории. Очень многие участники интернет-торговли не получают преимущества в том старом виде, как есть. Существуют уже примеры, когда особенно узконишевые игроки закрывают даже в том числе интернет-торговлю, потому что западный участник может продать выгодней, чем ты в принципе можешь ввести. Торговля – один из ключевых источников дохода для государства. И мы обязательно еще поговорим о том, как государство будет влиять на этот кроссбордер. Сегодня величина размера, то, что называется кроссбордерный покупок, очень велика. Многие страны стимулируют своих игроков продавать за границу, в то время, когда некоторые страны еще не успели подготовиться к этому и отрегулировать свое законодательство. Этот факт очень существенно влияет на рынок, но есть одно важное изменение – изменение точек консолидации прибыли. Я об этом чуть-чуть подробнее скажу. Это скорее не формальное изменение, а долгосрочное изменение в течение времени. Как устроен… Давайте предположим, нет онлайна, нет интернета. Что представляет собой традиционный рынок товаров? Есть производитель в одной в нескольких странах. Есть 3-5 компаний-посредников, которые… Есть крупный оптовик, который закупает, например, перевозит в Москву. С крупного оптового склада он раздает на посреднические склады по стране. Те, в свою очередь, раздают в магазины. Вот 2-3 участника уже выполнили какую-то функцию, они заработали. Их функция в том, чтобы добавить стоимость на вот этой функции транспортировки, логистики, складов и так далее. Что происходит в интернет-среде? Уменьшается количество посредников. В принципе, компания, сама производитель может начать продавать через онлайн. И тогда единственным участником, посредником в этой части является служба доставки. А вот те, которые выполняли склад, доставку, транспортировку, 3-4-5 участников, у них не оказывается добавленной стоимости. Они не создали пользу. Нет у этого участника в этой цепочке. Такие изменения происходят пока в некоторых сегментах. Например, в программном обеспечении. Очень сильные изменения. Но в некоторых они еще не очень чувствуют. Стиральные машинки как бы еще сложновато доставлять через интернет. Нужны склады, нужны ближайшие точки. Но телефон сегодня вполне можно поставлять. Например, компания Apple может принять заказ на своем сайте. Я несколько раз покупал прямо с сайта. А при этом товар даже будет доставляться, например, из Китая. То есть с фабрики, которая, собственно, произвела. Вот эта важная тенденция уменьшения количества участников рынка, она может привести к изменениям и точек консолидации, и к тем, кто зарабатывает на перепродаже и на рыночных процессах. Следующая часть. Мы о ней вчера немножко говорили, но ее, наверное, стоит подчеркнуть. Вот этот график я позаимствовал на украинской конференции, где выступали коллеги из Яндекс.Маркета. Этот график показывает долю маркетов на китайском рынке, которая на сегодняшний момент там составляет примерно 90%. Фактически идет конкуренция за аудиторию. У кого есть аудитория, у того есть целый ряд конкурентных преимуществ. И маркеты приходят на наши рынки. Яндекс.Маркет меняет рынок, переходя от CPC модели к CPA и начинает принимать заказы. Вики.Март активно занимается этим рынком. Появление eBay в России – это прямое влияние и приход маркетов. Это ведь чистый маркет. И, собственно, в ближайшее время, в эту уже осень, eBay начнет принимать интернет-магазины в каталоге товаров и начинать от себя торговать. И вот смотрите, с одной стороны уменьшается количество участников, то есть посредникам сложновато становится. С другой стороны, маркеты концентрируют вокруг себя аудиторию. Это очень важная тенденция. Она будет ближайшей тенденцией нескольких лет. И предполагается, что большинство заказов будет поступать через маркеты. Может быть, именно по этой причине Яндекс туда так активно и двинулся. Есть еще одна модель на рынке, которой ярким представителем является Амазон. Это продажа своего комплекта плюс допродажа чужих товаров. На российском рынке, наверное, таким участником является Азон, который в том числе готов принимать чужие товары для реализации. И здесь конкурентными отстройками, наверное, является персонализация и более точное соответствие. Иногда называют умниченел. Ну, по-разному подходит к этим вопросам. Тем не менее, такая модель присутствует на рынке. Учитывая эти изменения, сильно меняется роль служб доставки. Они становятся важным игроком. Транспортная нагрузка на них возрастает. Вы смотрите, что случилось с Почтой России. Чего мы стали на них всех так сердиться? Да не потому, что они когда раньше были лучше или хуже, просто невероятно вырос поток через бордер, через границу. Раньше его просто не было. Ну, пиарный, конечно, проект с Амазоном, с коптерами или с автоматикой много-много шума произвел. Но в этом есть и любопытная тенденция, состоящая в том, что в принципе роботы, автоматизированные системы могут транспортировать между несколькими городами. Возможно, мы как-нибудь дойдем до ситуации, когда, не знаю, автоматический робот будет взлетать из Москвы, долетать до Новосибирска, автоматикой выгружать посылку, и это не будет каким-то особенным событием. Это будет обычным мероприятием и сокращающим скорость. Но вот на службах доставки формируется существенная прибыль. Важно, что они являются участником рынка, на котором добавочная стоимость появляется. Их роль становится очень существенной. Кстати, с этим связаны и наши активные действия по интеграции с службами доставки. У многих из них появляется API. Очень важная тенденция, связанная с консолидацией рынка электронных платежных систем. Очень многие пытаются зарабатывать на этом рынке. Происходит поглощение, например, Яндекс.Деньги и приобретение сделки со стороны Сбербанка. И можно предполагать, что и другие участники будут производить эти покупки. Кстати, компания eBay, которая владеет PayPal, многократно внутри обсуждает тематику выделения PayPal в отдельный слот, который можно было бы отдельно маркетировать, ну и может быть в перспективе и продать, в том числе какой-нибудь банковской группе. Все хотят зарабатывать на мобильных платежах. И эта тема еще не прокачена, но в эту тему очень много участников и вкладывают деньги, и движутся. Сложно сегодня описать, что происходит с биткоинами или с подобными деньгами. Скорее это некая драйв или некоторые такие тенденции, которые могут во что-то превратиться. Не буду детально на этой части останавливаться. Единственное, что, наверное, подчеркну, что объемы растут. И особенно интересно, что многие американские игроки считают нужным и возможным принимать платежи в биткоинах. Про бомилизацию мы с вами уже много говорили. Я не буду сейчас детально, наверное, останавливаться. Наверное, отмечу, что по-прежнему две основных тенденции. Это адаптивность, если у вас нерегулярные платежи. И мобильные приложения, если вы регулярные платежи выполняете, эти две тенденции активно развиваются. В конце у меня будет слайд про трафик, и он будет говорить о том, что трафик, мобильный трафик вырос на 81% против обычного. То есть мобильный трафик и пользователи с онлайна растут быстрее, чем все остальные. Адаптироваться к этому обязательно нужно. Отдельные изменения связаны с ведением бизнеса. В компании в облаках, мы так называем. Во-первых, даже вся тройка наших мобильных операторов отмечает, что скорость набора базы LTE быстрее, чем они прогнозировали. Если мы сегодня смотрим на рынок, ведь все конкурируют за 4G, LTE. Будем считать, что ближайшие все телефоны будут идти многоформатные. То есть не так, как он один в Германии работает, другой работает в России. Это будут обычные телефоны. Вот так же, как в них сейчас во всех есть Wi-Fi, так же в них будет LTE-шный слот. И это происходит. И это значит, что через 2-3 года все телефоны, все девайсы будут поддерживать мобильные скорости. И это сильно влияет и на мобильные компании. Тезис звучит таким образом, что все, что вы используете внутри, в своей локальной сети, нужно будет подкинуть в облако. Это и файл-сервер, отсюда такое быстрое развитие облачных дисков самых разных. Это и принт-сервера, это и бухгалтерии. Это все, чем вы пользуетесь внутри, может оказаться в облаке. И тенденции очень интересные. Вы видели, что недавно, вчера, по-моему, Mail.ru экспериментально открыл, например, редактирование документов. Многие работают в этой тематике. Мы считаем, что этот рынок будет в ближайшие 2-3-4 года очень активно меняться. Ну, соответственно, мы туда точно так же готовимся. Люблю повторять этот тезис, который состоит в том, что на сегодняшний момент интернет используется как способ передела рынка. Везде, где компания добавляет интернет или новые бизнес-процессы, появляется новая бизнес-модель. По-моему, у меня будет вот эта еще часть. Я проскочу чуть-чуть дальше о рынке. Рынок программного обеспечения в действительности меняется. И наш старый тезис из предыдущего моего доклада по стратегиям софтверных компаний звучал так, что формируется облачная операционная система. Google активным является участником, предлагая Google Cloud. Активнее всего на российском рынке мы видим Microsoft с ажуром и, соответственно, Amazon Web Services. Вот эти игроки являются таким интересным драйвером этого процесса. Существует большая загадка. Ну, кстати, еще непонятно, может быть, Яндекс выйдет. Вы помните, у них же любопытно называется платформа, да? Кокаин. Правда, они ее еще не предоставили всем, но так, выдают небольшими порциями. Но, тем не менее, возможно, Яндекс станет этим участником рынка и будет агитировать в перспективе, например, нас размещать сайты у себя в своих облачных дата-центрах. Самая большая загадка, вокруг чего будет происходить консолидация. Консолидация рынка всегда происходит. Самое вероятное, что консолидация рынка будет происходить вокруг тех, у кого есть аудитория. Если вы владеете аудиторией, значит, вы можете домонетизировать ее другими способами. Но существует тезис, что пользовательские устройства могут выполнить эту роль. В частности, например, у Фейсбука больше аудитория, но возможность Гугла контролировать Андроид позволит им активнее консолидировать аудиторию и собирать. Либо облачная операционная система. Есть еще тезис, что консолидация возможна вокруг данных. Такой тезис тоже присутствует на рынке. Старый график по эту тему. Я говорил, что Apple, Microsoft и Google являются реальными конкурентами на формирование так называемой, не то что монополии, а всего присутствия на компьютерах, телефонах, таблетках, телевизорах и в облаке. Буквально позавчера, за день до нашей конференции у Google была презентация, где они представили телевизор уже свой, который с Андроидом. Не просто приставка, а прям встроенный собранный телевизор. Вы видите, полный набор есть. В этом вопросе я когда-то еще вот этот старый слайд говорил, что у Nokia нет модели. Наверное, продадут. Что случилось? Рим не смогли продаться, хотя было время. Очень любопытный игрок, Amazon. У них есть телефон, у них есть планшет, у них есть Amazon Fire TV. Они предлагают соответствующие приставки. И очень сильная позиция в облаке. В этом смысле непонятно Facebook. У них огромная аудитория, но пока совсем непонятна стратегия. То есть как они будут участником рынка и с кем они будут консолидироваться. Очень любопытно, но такой тезис существует. Мне почему-то кажется, что он возможен. Например, покупка Apple и Amazon или объединение этих компаний. Вообще, союз был бы очень интересный. Особенно усиление Apple за счет сильнейшего облака Амазона. Случится такое или нет, это большая загадка. Но тем не менее, предполагаем, что будет происходить укропнение и формирование трех-четырех крупнейших игроков на рынке. Собственно, рассуждая таким образом, мы считаем, что продолжая эту концепцию объединения, мы рассуждаем так, что будет происходить формирование наборов для компании. Обратите внимание, кстати, я здесь специально выбрал те логотипы или те компании, которые используют для объединения. В частности, Microsoft активно очень скупает игроков. По каждому из комплектов, которые мы видим, например, в Bitrix24, существует тот или иной конкурент. По чату видео, по документам, по диску, по календарям, по каждому из этих элементов можно написать несколько конкурентов. Но если вы посмотрите на стратегию игроков, то сегодня Microsoft активнейшим образом производит формирование набора, покупая социальную сеть, покупая сообщения, формируя CRM и целый ряд других инструментов для того, чтобы набрать комплект. Если посмотреть на презентации Google, точно так же просматривается вот эта тенденция к формированию набора. В целом мы, конечно, рассчитываем сформировать комплект и получить новое качество. И вот важный тезис, на наш взгляд, состоит в том, что конкуренция возможна не за отдельные сервисы, а возможна только за комплект. И если ты его не формируешь, ты будешь неконкурентно способным. Может быть, в этом связана наша стратегия и тенденция сначала набрать комплект, а потом его до конца доформулировать. Ну и мы предполагаем, что крупные облачные игроки сначала произведут укропнение на своих рынках, после чего начнут мировую экспансию. Так происходило на рынке программного обеспечения традиционном, когда Microsoft, скупая игроков, потом завоевывал рынок. И мы предполагаем, что такая же тенденция будет наблюдаться на рынке облачных провайдеров. Сегодня мы видим много небольших игроков, каждый из которых старается доказать свою модель и сформулировать цель, но в перспективе они будут поглощены крупными игроками. Скорее всего, нам кажется, рынок будет развиваться именно таким образом. Важная тенденция, которая будет влиять на рынок, это то, что крупнейшие игроки начинают покупать интересные онлайн-активы. Из таких интересных сделок, наверное, можно привести пример покупка системой Амазона или та же покупка Сбербанком денег. Или посмотрите последнее выступление Грефа на совете директоров, где он говорил, что Сбербанк будет конкурировать с Гуглом или, например, с Фейсбуком, каждый из которых рассчитывает стать участником рынка. Вот этот тезис о том, что интернет используется как стратегия передела рынка, он вынуждает крупных игроков, а деньги-то у них есть, покупать активы, покупать большие активы и использовать их для себя. Крупная компания или холдинг компании рассчитывают, я вот смотрю, некоторые улыбаются, наверное, уже переговоры ведут по продаже, да? Рано, рано. Еще нужно чуть больше подождать. На самом деле крупные холдинговые компании считают необходимым сегодня располагать тем или иным онлайн-активом в своем портфеле для того, чтобы, во-первых, получить компетенцию, во-вторых, поучиться работать с аудиторией. Некоторые рассуждают таким образом, что у нас есть свои большие данные, но мы не умеем их обрабатывать, мы бы хотели, чтобы кто-то помог эти данные обрабатывать или монетизировать в онлайне. Это, в общем, может быть стратегия и для выхода, или стратегия вообще развития для целого ряда компаний. Государство. Ну здесь целый букет последнего года, например, да? Реакция государства на влияние интернет. Наверное, это связано, во-первых, с осознанием масштаба влияния, во-вторых, это связано и с какими-то политическими, наверное, процессами. Но в основе, конечно, лежит экономика. То есть можно сколько угодно долго игнорировать кросс-бордер до тех пор, пока ты не понимаешь, что эти деньги уходят из страны. Большинство европейских стран, например, построили своего рода бордер. Я рассказываю всегда эту историю, когда мы решили купить один из девайсов, и я как раз планировал быть в Берлине, рассчитывал, что мне его доставят в Берлин. Оказалось, что это не так просто. Доставленный из США аппарат увеличивался в цене процентов на 60. Налог, НДС, еще какие-то пошлины. И все это возникало на границе, в момент, когда он проходил. Большинство стран защищают свои рынки. Уже поговорили, уже Путин выступил. Сколько там? 150 евро, по-моему, поставили границу. Для большинства стран это примерно такая величина. Предполагаем, что эти лимиты обязательно введут. И это значит, что крупные игроки, западные, особенно по e-commerce, начнут строить здесь свои логистические склады и выступать участниками рынка. Собственно, стратегия eBay в России такова. Пока еще Amazon не заявлял, но то же самое они сделали в Европе. После того, когда Европа ввела бордер, Amazon построил свои логистические склады, легализовался и стал работать на всю территорию. Предполагаем, что ряд западных игроков окажутся в России соответствующими участниками. Причем важно понимать, что их бюджеты рекламные очень существенны для того, чтобы завоевывать эту территорию. Не исключено, что государство будет работать и по персданным, по стандартизации условий хранения, восстановления, удаления информации. Эта тенденция и в России, и в Европе, и в США присутствует. Формирование политики безопасности. Государство начинает регулировать сеть все больше и больше. Этот слайд, вообще часть этого доклада была сделана несколько лет назад, ну вернее год назад, чуть больше. И тогда этот тезис звучал каким-то странным. Но вообще государство, все начинают активно рассматривать сеть и как этот инструмент информационного или другого влияния. Государства идут, готовятся к интернет-воинам. Такой вот тезис у меня существовал. У меня здесь существует еще любопытное утверждение, что не исключено, что скоро мы будем видеть полицейских со смартфонами, которые будут фиксировать ДТП, либо какие-то еще аварии, мероприятия, фотографируя их, тут же отправляя в онлайн. А ведь, кстати, это же здорово, да? Ты сразу зафоткал, ничего не нужно оформлять, все интегрировано с госуслугами. Кстати, начинаешь понимать, почему появляется йотафон. То есть должен же быть государственный фон. Он должен быть с приложениями, должен работать. Огромные масштабы автоматизации возможны с точки зрения государства, если переходить на современные технологии. И государство обязательно будет осваивать эту часть и ГИБДД, и автоматизации. Все, что с этим связано, обязательно будет присутствовать. Это, кстати, тема для коммуникации с городскими администрациями или с госорганами, в том числе. Я тут еще шутил, что вот танки с Яндекс.Картами. Возможно такое. Подразделение интернет-разведки. Все это будет влиять на сайтостроение. С нашей точки зрения сайты CMS уже давно не CMS. Это такой гибрид, интегрированный с облаком. Это и облачные бэкапы, и облачные файлы, и CDN. Вот мы недавно вчера представили персонализацию. Это тоже облачный фрагмент. Это интеграция со звонками, с мониторингом, с нотификациями. Опять же, вчера мы представили интеграцию с инфраструктурой. CMS меняется. Она перестает быть самостоятельным фрагментом и становится неким участником всего рынка. И интегрируется с сетью. Рассуждая таким образом, мы, соответственно, строим и какие-то свои задачи. Сайт и в первую очередь интернет-магазин становятся частью бизнеса. Этот тезис важен, потому что из него вытекает следующий тезис. Это конверсия. Все, что связано с конверсиями. То есть с нашей с вами точки зрения, как разработчика, сайт заканчивается в момент, когда вы его сдали. Но, не знаю, у меня вот после вчерашнего диалога с вами возникло очень любопытное наблюдение. Очень мало кто из студий предлагает услуги по конверсии и по работе со следующей конверсией. Помните, что случилось, когда и SEO-шные услуги, и контекст получили присутствие вообще на рынке. Многие студии взяли и сделали это частью бизнеса. Сегодня отсутствуют еще услуги у студий по ведению интернет-бизнеса после выпуска интернет-проекта. Подумайте, мне кажется, это может стать существенной составляющей. Работать над конверсией, повышать конверсии, делать АБ-тестирование, конвертировать трафик контекстный. Это может стать направлением для развития компании или студии. Интернет устойчив к кризису. Все, что замедляет старые процессы, ускоряет те, которые содержат более эффективные внутренние процессы. Поэтому замедление экономики. У Сергея Кулешова будет очень интересный доклад. Там будут графики по нашему ВВП. Видите, он такой вот любопытный будет. Там будут графики, кстати, по партнерской сети, аналитика. Но вот все ускорение, и даже по реакции государства мы сейчас видим, что онлайн становится составной частью бизнеса. Все, что может позволить сделать бизнес эффективней, а в большинстве своем это именно интернет, начинает развиваться активный. Любимый слайд о том, что неправильно понятый принцип, что выживает наиболее сильнейший, вызывает самый приспособленный. Вот мы в своем бизнесе по сайтостроению уже за 10 с лишним лет много раз прошли сильные перетрубации. Перестройки, переделки, адаптации, SEO, мобильные адаптированные сайты. И каждый раз мы адаптируемся под изменения рынка. Мы должны будем с вами адаптироваться и в том числе помогать адаптироваться клиентам. Здесь несколько трендов, которые, я потом этот слайд оставлю, которые взяты вот из этого доклада. Очень любопытный доклад по 2014 году. Мы его каждый раз на стратегических сессиях разбираем. Посмотрите его. Здесь рассказывается о том, что, например, аудитория не так быстро растет, но очень быстро растут мобильники. Очень быстро растет аудитория смартфонов. Если раньше они были обычных телефонов меньше, сейчас они стали больше по аудитории. Также говорится о том, что модель потребления телевизора изменилась. И сегодня есть телевизор, и второе устройство в руках. Что, глядя на телевизор, ну вчера футбол все смотрели? Да его можно было не глядя по телевизору смотреть в Фейсбуке, либо в Твиттере. Причем по контексту фраз понимать, выигрываем мы или нет. Не смотрели. Вот я смотрел, видите, спать хочу. Одним словом, вот этот формат потребления контекста, он меняется. Может быть, на нем можно найти какие-то полезные составляющие. Это общий концепт. У меня есть два буквально слайда. Я не буду на них детально останавливаться. Вчера мы об этом говорили подробнее. Но я буквально обозначу стратегии по выпуску наших продуктов и что вам ожидать в ближайшее время. Традиционно мы планируем релизы на осень, в самый активный сезон. У нас будет релиз, мы его называем малым релизом по Bittrex 24. Он состоится в сентябре. В октябре состоится основной большой релиз по управлению сайтом и по мобильному приложению. И ноябрьский релиз для Bittrex 24. Это основные релизы по продуктам. Если говорить по управлению сайтом, огромное внимание будет уделено скорости. Еще раз мы будем продолжать тему по композиту. Мы вчера детально рассказывали про эту тему. Вообще уникальная отстройка, прекрасное конкурентное преимущество. Никто не может не предложить ничего толком сравнимого. И эту тему мы будем продолжать прорабатывать и в том числе клиентской загрузки. Будет специальный мониторинг, связанный с этим. Очень интересный проект по визуальному масштабированию, по интеграции с инфраструктурой. Если интересно, подойдите к компании Rusonics. Они покажут, как, используя модуль масштабирования, можно будет прямо внутри хостинга строить кластер и делать это легко и просто. Персонализация, большой блок и полностью ориентированный на конверсию. Хотелось бы детально рассказать, но не буду сейчас. Там много вкусного, много интересного. Фасетный поиск и вообще поиск в самых разных видах. Проработка интеграции и с 1С, и с маркетами. eBay, Яндекс.Маркет, Озон, Викимарт. Появится холдинговая структура для интернет-магазина. Или поддержка возможности магазина работать на всю страну, на разные города, поддерживать разные юридические лица и много 1С. Одновременно обновление с разных источников и торговля от разных юридических лиц. Большой блок будет связан с контекстом конверсии, интеграциями с Яндексом и с Гуглом и с Рои. Наверное, в том числе с обет-эстированием. Будет переработан, представлен персонализированные рассылки и вообще модуль рассылок. По лендингам размышляем, возможно, будет решение по этому вопросу. Ну и отчеты с интернет-магазином. Появится новое мобильное приложение, которое поддержит новые операционные системы и необходимый набор для того, чтобы это работало эффективно и быстро. По Bitrix24 появится возможность получить бесплатные домены. Будут большие доработки связаны, это в первом релизе CRM. Значительные изменения по диску. Работаем над новым дизайном. Есть такие ожидания. Появление новых дисктопов, мобильная версия, ряд других вещей. Это не очень большой релиз, но очень важный с точки зрения развития. А вот следующий релиз будет проходить под, по сути, флагом, что все, что работает в вебе, должно работать на мобильном. Мы рассчитываем на то, что планшета достаточно, чтобы пользоваться Bitrix24. То есть вы сможете создавать и группы, и материалы, и задачи, все, что связано с работой, с онлайном. И мы рассчитываем очень активно доработать и вообще сценарии, как таковые, и в том числе доработать их на мобильном. Большой блок с двухфакторной авторизацией, с телефонией. Если интересно, посмотрите вчерашние доклады, мы очень подробно об этом рассказывали. Так выглядит каркас. Некоторые тезисы я хотел доформулировать, потому что иногда взгляд со стороны помогает или понять, почему некоторые участники рынка движутся в эту сторону, или какую они стратегию вырабатывают, либо вообще построить какую-то свою внутреннюю стратегию на развитие своих услуг, на развитие своих сервисов, на продажи. Некоторые, видите, уже Microsoft собираются продать. Хотя можно локальным игрокам продавать выгоднее. У них больше денег, а преимуществ у них меньше. Спасибо большое. Если есть вопросы, один-два готов ответить, и дальше перейдем к следующим докладам. Традиционно.